На протяжении тысячелетий это было одной из величайших загадок в мире. Каким образом пирамиды были построены так глубоко в египетской пустыне? Теперь ученые говорят, что у них есть ответ. Они обнаружили свидетельство того, что русло Нила давным-давно пересохло. Гиза, Египет, 2,3 миллиона каменных блоков, некоторые из которых весят 80 тонн, возвышаются на 146 метров в небо пустыни. На протяжении веков мы считали, что рабочие бронзового века с помощью медных инструментов построили этот невероятный памятник всего за 20 лет. Но вот что они не хотят, чтобы вы знали. Нет ни одного современного свидетельства, подтверждающего, что его построил фараон Хуфу. Подумайте об этом. Древние египтяне документировали в Сёбе продукты питания, рационы питания, религиозные церемонии, повседневную жизнь. И все же об этом архитектурном чуде, которое считается вершиной их цивилизации, нет ни записи о строительстве, ни чертежей, ни свидетельств современников. У нас есть вопросы, на которые никто не хочет отвечать. Вопросы, которые приводят к такой шокирующей истине, что её скрывали более века. Позвольте мне обрисовать вам картину того, с чем мы на самом деле имеем дело. Великая пирамида, вероятно, является одним из самых уникальных и точных сооружений, которые когда-либо были построены. Она ориентирована на север с точностью до 120 градусов. Высота основания Великой пирамиды составляет менее дюйма на площади в 13 акров. Её ориентация на истинный север точна с точностью до 1,12 градуса. Даже сегодня, при наличии лазерных технологий и GPS, достижение такой точности было бы грандиозной задачей. Кристофер Данн сказал, «Когда я исследовал гранитные блоки в королевской камере, я обнаружил следы высокоскоростного вращательного бурения, чистые отверстия, следы инструмента, соответствующие точному оборудованию. Это не технология бронзового века, это передовая инженерия. Находки Данна вызвали шок в археологическом сообществе. Но здесь история становится ещё более странной. В 2019 году группа исследователей попыталась воспроизвести конструкцию пирамиды, используя только инструменты, доступные в 2500 году до н.э. Медные долота, деревянные салазки, верёвка. Они потерпели сокрушительную неудачу. Их медные долота затупились за считанные минуты. На граните остались едва заметные царапины. После нескольких дней усилий они не смогли даже приблизиться к тому, что мы видим внутри пирамиды. Итак, если орудия бронзового века не могли этого сделать, то что же могло? Но инженерные трудности — это только начало. Потому что есть что-то ещё, что не имеет смысла. Что-то настолько очевидное, что скрывалось у всех на виду. Представьте себе тысячи рабочих, вырезающих и устанавливающих многотонные блоки глубоко в тёмных недрах пирамиды. Как они видели то, что делали? Факелы? Масляные лампы? Об этом вам скажет любой учебник. Но вот в чём проблема. Здесь нет сажи, нет следов ожогов, нет почерневших потолков, нет остатков углерода. Ничего. Несмотря на тщательное исследование каждой камеры, каждого прохода, каждой шахты, археологи не обнаружили никаких следов освещения, основанного на огне. Египтолог доктор Сара Митчелл сказала, что это необычно. Мы предложили зеркальные системы, отражающие солнечный свет, но логистика сложна. Сложно это или невозможно? Но какая цивилизация освещает себе путь по твёрдым каменным коридорам без огня? И почему основная археология так неохотно задаётся этими вопросами? Но главный ключ к разгадке этой древней тайны вовсе не спрятан внутри пирамиды. Он был открыт для нас на протяжении тысячелетий. Великий сфинкс в Гизе. Согласно официальной истории, он был вырезан около 2500 года до н.э. во времена правления фараона Хафра. Но что, если это неверно? Что, если это не просто неверно, а катастрофически неверно, изменяя историю? Мы вместе работали. Он привлёк меня к работе над великим сфинксом и его переосмыслению. И теперь это связано с другими местами, с другими свидетельствами существования цивилизации. В 1990-х годах геолог доктор Роберт Шок сделал открытие, которое потрясло археологию до глубины души. Доктор Роберт Шок сказал, что следы выветривания на сфинксе, эти глубокие округлые волнистости, появились не от ветра и песка. Они образовались из-за воды, обильных продолжительных дождей. Вот и весь потрясающий вывод. Последний период сильных дождей в Египте закончился примерно в 7 тысячах лет году до н.э. Если на сфинксе заметны следы водной эрозии, то он, должно быть, уже существовал во время этого влажного периода. Это означает, что ему по меньшей мере 9 тысяч лет, что вдвое больше, чем официально считается. Если сфинкс был построен на тысячи лет раньше, чем в династическом Египте, тогда кто его построил? И если развитая цивилизация существовала до начала письменной истории, что еще они построили? На протяжении десятилетий исследователи находили скрытые камеры и запечатанные проходы внутри Великой пирамиды. Но вместо того, чтобы открыть их и раскрыть секреты, официальные лица прекращали исследование. Почему? В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гантенбринг отправил робота в узкую шахту. То, что он обнаружил, изменило все. Дверь из известняка с металлическими ручками, явно предназначенная для того, чтобы что-то закрывать. Прежде чем Гантенбринг смог продолжить расследование, египетские власти лишили его доступа. Дверь оставалась закрытой в течение девяти лет. Когда в 2002 году National Geographic наконец пробурило отверстие, они обнаружили за ней еще одну каменную дверь. Эту вторую дверь так и не открыли. Все просьбы о проведении дальнейших исследований были отклонены. Затем, в 2017 году, ученые обнаружили огромную скрытую пустоту над большой галереей. 30 метров в длину, полностью изолирован, никаких известных точек доступа нет. Несмотря на всеобщее волнение, никому не было разрешено исследовать его физически. Египетские власти ссылаются на соображение безопасности. Бывшие исследователи говорили, «Я могу сказать вам по личному опыту, что есть открытия, которые никогда не увидят свет. Артефакты, которые исчезают. Находки, которые оказываются похороненными бюрократией. Что они скрывают. И что более важно, почему. Чтобы понять, почему так много секретов пирамид остаются под замком, вам нужно понять одного человека, который десятилетиями контролировал доступ к ним – доктора Захи Хавасса. Более 30 лет он был лидером египетской археологии. Генеральный секретарь высшего совета по древностям Египта, министр по делам древностей – лицо египетской археологии во всем мире. Но критики утверждают, что он действовал скорее как привратник, чем как ученый, систематически подавляя исследования, которые противоречили официальным срокам. Захи Хавасс сказал, что эти теории не имеют научной основы. Пирамиды были построены древними египтянами, и точка. Когда Гантенбринг обнаружил таинственную дверь, именно Хавасс остановил исследование. Когда геологи представили доказательства существования более древнего сфинкса, Хавасс отверг их. Когда инженеры обнаружили невозможную точность при строительстве пирамид, Хавасс проигнорировал их. Независимые исследователи заявили, что дело уже не в том, чтобы следовать доказательствам, а в том, чтобы защитить историю. Но наука работает по-другому, истина работает по-другому. Возникает вопрос. Это академический консерватизм или что-то более продуманное? Что, если свидетельства указывают на что-то экстраординарное, на что-то, что могло бы переписать историю человечества? Подумайте об этом. Три пирамиды в Гизе идеально вписываются в пояс Ориона, но не так, как он выглядел в 2500 году до нашей эры, а так, как он выглядел в 10-му 500 году до нашей эры, в тот самый период, когда климат Египта мог вызвать водную эрозию на сфинксе. Древний Египет, вероятно, намного древнее, чем мы думаем. Не более того, но даже это очень-очень расстроило академический мир. Роберт Бавал сказал, что корреляция слишком точна, чтобы быть простым совпадением. Тот, кто проектировал Гизу, обладал глубокими астрономическими знаниями и запечатлел их в камне для определенного периода времени – 10500 лет до нашей эры. По всему земному шару мы находим похожие аномалии. Гебек-Литепе в Турции – сложная каменная постройка 9600 года до нашей эры, построенная людьми, которые, предположительно, были всего лишь охотниками-собирателями. Осириан в Абидосе – мегалитическая точность, которая не поддается традиционному датированию. В результате получается закономерность, признаки передовых технологий без исторического контекста, инженерные достижения без явного авторства, астрономические выкладки, которые не укладываются в общепринятую хронологию. Линии, все указывающие на один невозможный вывод. Высокоразвитая цивилизация существовала еще до начала письменной истории. Они построили памятники, которые пережили катаклизмы, изменение климата и тысячелетнюю эрозию. А затем они исчезли. Если эти свидетельства реальны, и они неопровержимы, почему такое сопротивление? Почему такая секретность? Почему их скрывают? Ответ столь же сложен, сколь и тревожен. Признание существования додинастической развитой цивилизации не просто ставит под угрозу установленные временные рамки, но и подрывает целые институты. Для Египта признание того факта, что его величайшие памятники, возможно, существовали до египетской цивилизации, может дестабилизировать мощное культурное и экономическое развитие, приносящее миллиарды доходов от туризма. Для научных кругов это означает переоценку многовековой практики интерпретации, признание фундаментальных ошибок и, возможно, прекращение карьеры, построенной по старой модели. Ученый-разоблачитель сказал, «Я видел, как исследователей заносили в черные списки за то, что они задавали неправильные вопросы. Финансирование проектов, бросающих вызов ортодоксии, прекращалось. Доказательства таинственным образом исчезали из официальных отчетов. Но наука требует, чтобы, когда доказательства противоречат теории, адаптировалась теория, а не доказательства. Истина не исчезает из-за того, что ее игнорируют. Это остается там, высеченное в камне, запечатанное в камерах, погребенное во временных рамках, которые больше не имеют смысла. Но что-то меняется. Хранители врат теряют контроль над повествованием. Миллионы людей по всему миру ставят под сомнение официальную историю. Независимые исследователи используют краудфандинг, чтобы обойти традиционный академический контроль. Новые технологии делают возможными ранее невозможные исследования. В 2023 году документальные фильмы по альтернативной истории посмотрели более 50 миллионов человек. Растет общественное давление, требующее прозрачности. Новые археологические открытия транслируются в прямом эфире, что усложняет борьбу с коррупцией. Грэм Хэнкок сказал, что мы являемся свидетелями демократизации знаний. Старая гвардия больше не может контролировать информацию. Правда имеет свойство всплывать на поверхность. От комментариев на Reddit до видеороликов на TikTok, от подкастов до документальных фильмов, подобных этому. Люди требуют ответов. Они больше не удовлетворены тем, что мы сказали. Мы стоим на перепутье. Доказательства налицо. Технология существует. Общественный спрос огромен. Эти запечатанные камеры в Великой пирамиде могут содержать артефакты, тексты или технологии, которые переписывают историю человечества. Точность конструкции говорит о знаниях, которые мы забыли. Астрономические выкладки указывают на глубокое понимание небесной механики. Вопрос не в том, сможем ли мы докопаться до истины, а в том, хватит ли у нас смелости противостоять тому, что мы обнаружим. Кто на самом деле построил пирамиды? Ответ лежит за этими закрытыми дверями, в этих неизведанных помещениях, под слоями академического сопротивления и институциональной инерции. Но истина имеет силу. И эта истина, эта потрясающая, изменяющая историю, правда, не останется погребенной навсегда. Вопрос уже не в том, кто построил пирамиды. Вопрос в том, готовы ли мы получить ответ. Присоединяйтесь к миллионам людей, требующих прозрачности. Поддержите независимые археологические исследования. За правду стоит бороться. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы узнать больше о замалчиваемой истории. Продолжение следует...